Здарова всем ребята, Кент пока на проводе и прямо сегодня вы будете просто в шоке, потому что я нашел одну из самых первых версий Standoff 2, ну точнее мне скинул ее подписчик, и я просто в шоке, что там будет, поэтому братан, ты просто обязан поставить лайк и подписаться на мой канал, ну а мы начинаем. MyStandoff.ru Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы, ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru Ну что же, к вашему вниманию представляю одну из самых первых версий Standoff, посмотрите на это старое меню, посмотрите на эту коллекцию, только вышел М9 Байонета, ВМ Спорт и так далее, ну короче это одна из самых первых версий, даже не было инвентаря, прикиньте, не было инвентаря, не было кланов, вот я помню очень долгое время была вкладка кланы, но кланов не было, я не понимаю зачем ее добавили, вот была вкладочка кланы, то есть ты можешь на нее нажать, но самих-то кланов не было. Посмотрите на настройки, я просто, ну я просто орусь с этого, в настройках вообще ничего нету, как же все выглядит старо, как же все выглядит коряво, инвентаря нету, кланов нету. Блин, ребят, ну просто нету слов, радует, что хотя бы есть КД, даже не было соревновательного режима, обалдеть просто, но зато были уже настройки, хоть какие-то. Так, ну что же, давайте посмотрим, какие же у нас были игровые режимы. У нас два режима, бой насмерть и закладка бомбы, бой насмерть это командный бой, закладка бомбы это мы все с вами прекрасно знаем, посмотрите, как раньше было мало режимов и как это было убого. Но три года назад это было, наверное, красиво, то есть сейчас это выглядит так себе, но три года назад это было просто обалдеть как круто. Блин, посмотрите, какой смешной поиск игры, я просто не могу, даже, даже постоянно какие-то ошибки выскакивали, не так просто было и подключиться. Так, посмотрите на эти ошибки, ну это просто ор выше гор, даже нельзя было нормально поиграть. Так, ну что же, кажись сейчас начнется игра, давайте смотреть, так, ой-ой-ой, посмотрите на эту старую загрузку, на эту старую необновленную провинцию, на эту иконку карты, вау, ха-ха, как же это круто. Это, блин, ребят, ну просто нету слов, вот я считаю, за это надо поставить лайк, вот если вы проностальгировали, то поставьте лайк и подпишитесь. Но самое интересное то, что я уже обрезал кусок загрузки, загрузка идет примерно секунд 30, представьте, насколько же все плохо. Так, ну что же, посмотрите на эту графику, тогда еще нельзя было скрыть кнопки, посмотрите на следы от выстрелов, но самое интересное это баги, да? Вот вы думаете, что сейчас куча багов, но, ребят, посмотрите то, что было раньше. Ты просто подходишь к стенке, не надо никуда запрыгивать, не надо на какого коня прыгать, просто к стенке подходишь и проваливаешься, ну посмотрите на все это. Ну я не знаю даже чего сказать, ну просто без комментариев. Также прошу обратить ваше внимание на выстрелы, потому что с выстрелов какая-то непонятная ерунда, посмотрите, посмотрите, смотрите на этот дым, как же это страшно. Ну и конечно же баги, ребят, да-да-да, ну прямо сейчас вы просто проорете, потому что раньше можно было наблюдать за две команды одновременно, то есть и за команду спецназа, и за команду террориста. То есть вы могли спокойно стрим-снайперить и говорить вашему другу, где противники, но это просто, ребятки, ор выше гор. Вы посмотрите, кстати, на измененную карту провинции, раньше она была капец какая-то другая, мопед стоял, куда мопед хоть дели? Блин, ребят, вот, но жальче всего, конечно, на карте провинции это коня, блин, как же я любил этого коня, это было реально круто. И просто представьте, раньше на карте провинции респаун был просто на миду, это мид, просто на миду появляетесь, это респаун команды спецназа, но это просто что-то с чем-то. И, кстати, да, раньше карта провинции была гораздо больше, было гораздо больше всяких проходов, блин, слушайте, это прикольно, вау. Слушайте, но самое-самое смешное это прицел, посмотрите, какой он огромный, его нельзя было уменьшить, представьте себе, то есть вы были должны играть с прицелом, который, грубо говоря, занимает полэкрана. На эти выстрелы, посмотрите, на эти эффекты, ну посмотрите на все это, и, блин, даже не было скинов, но я не знаю, как вы раньше играли. Но, наверное, раньше была какая-то определенная атмосфера, реально, вот мне кажется, раньше игроки играли чисто за счет атмосферы. Но прямо сейчас мы, ребятки, поставим графику на максимально и посмотрим, что же у нас поменяется. Также обратите внимание на настройки, настройки, кстати, особо не поменялись, добавили только возможность сделать кнопки невидимыми, также добавили возможность менять размеры прицела. И что поменялось в итоге? Да все как было, так и осталось, камон, ребят! Блин, ну карта провинции раньше была довольно-таки крутая. Вот я бы, честно говоря, не против поиграть на старой провинции. Кто тоже, то хэштег, добавьте провинцию, потому что старая провинция тоже была довольно-таки крутая. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, посмотрим на отдачу оружия, потому что вы будете просто в шоке, да? Кто там жалуется, что сейчас плохой баланс оружия? Посмотрите, что было раньше. Ты зажимаешь по противнику, выскакивает куча огня, ничего не видно, куча дыма и ноль разброса. Просто зажимаешь и все! Не надо никого скилла, ничего не надо, не надо никого айпада, просто зажимаешь и все, тащишь. Блин, раньше даже не было мини-мапы, как можно было так играть? Ну а сейчас мы, ребятки, посмотрим на карту Зона 9. Обратите внимание, что в начале команда спецназа, они какие-то очень серые. Посмотрите, ну если это не фотошоп, это не монтаж, и сейчас они станут обычными, посмотрите. Раньше были какие-то приколы с освещением. Так, ну что же, сейчас самое интересное, как же изменили Зону 9. Посмотрите на все это! У меня нету слов, слушайте. А раньше было не так-то и плохо. Правда, это дым, и зачем этот дым добавили? Посмотрите, дым просто на весь экран, даже не видно противника. Я просто ору с этого. Блин, ребята, ну это прям очень-очень круто, и мне очень нравится. И, честно говоря, я хотел бы проностальгировать и поиграть бы с кем-то из вас, например, в дуэльку на Зоне 9. Блин, жалко, что нет такой возможности. Давайте посмотрим, как же изменили Зону. Вау, просто вау. Добавили второй Хаммер. Это место респауна команды террористов. Тут какой-то грузовик стоит. Блин, ребята, ну, если вы еще не поставили лайк, то вы очень многое упустили. Ставь лайк, подписывайся, и тогда я сниму продолжение. Посмотрите, как чувак прыгает. Тут просто нереально по кому-то попасть. Просто чисто побеждая тот, у кого больше везения. Потому что все тут было чисто на рандоме. Почему именно на рандоме? Прямо сейчас вы все это увидите. Посмотрите, просто посмотрите на все это. Так, ну что же, подлезаем. И посмотрите на зажим. Это зажим, это не шутка, это зажим. Вообще ни по кому нереально попасть. Ну, я просто ору с этого, посмотрите. Ну, вот это чисто рандом. Кто бы что мне не говорил, но реально раньше стрельба был чистый рандом. Ну, давайте будем откровенными. Три года назад это было нереально круто. Посмотрите, как раньше было реализовано, кто победил. То есть, отображается общая статистика и показывает самых ценных игроков. И самое обидное, то что раньше не было опыта. Опыта просто не было, он отсутствовал. Короче, ребятки, если вам нравится подобный цикл видеороликов, потому что у меня еще есть очень много разных утерянных, забытых версий стендов 2, то давайте так, вы наберете 10к лайков, и я снимаю продолжение. Поэтому, братан, ставь лайк, подписывайся на мой канал, и пиши в комментариях свое мнение, я его почитаю. С вами был ваш Скинт, пока, всем удачи и всем пока.